Здравствуйте, учащие 9 класса. Мы продолжаем урок и серию уроков раздела программирования алгоритмов на языке программирования Python. Тема урока «Двумерный массив». Цель урока – создавать программу на языке программирования Python с использованием двумерных массивов. Давайте вспомним, какие типы данных вам известны, какие функции выполняют операторы цикла while4, о вводе и выводе одномерных массивов. Сегодня ты узнаешь о понятии «многомерный массив», что такое списки, размерность списков, как вводить и выводить списки. Если просто, то двумерный список – это таблица. У каждой ячейки таблицы есть номер строки и номер столца. То есть каждая ячейка имеет не один номер, как в обычном списке, а два – номер строки и номер столца. Поэтому такие списки называются двумерными. В математике такие структуры называют матрицы. Массив. В некоторых языках программирования также таблица, ряд, матрица. Тип или структура данных в виде набора компонентов, элементов массива, расположенных в памяти непосредственно друг за другом. При этом доступ к отдельным элементам массива осуществляется с помощью индексации, то есть через ссылку на массив с указанием номера индекса нужного элемента. За счет этого, в отличие от списка, массив является структурой данных, пригодной для осуществления произвольного доступа к ее ячейкам. В задачах часто приходится хранить данные в виде таблиц. Такой вид данных называется матрицами или двумерными массивами. В языке программирования Python нет многомерных массивов, однако любая таблица может быть представлена списком списков, то есть каждый элемент списка является списком. Основа списка – лист. Список в Python – это упорядоченная коллекция элементов любого типа. Для сравнения, массив – это упорядоченная коллекция элементов одного типа, поэтому список с принципиальным более гибок, чем массив, но именно эта гибкость делает вещи нам немного сложнее, если вы хотите работать с обычной структурой. Список также является динамически изменяемым типом, и это означает, что вы можете добавлять и удалять элементы из списка в любое время. Рассмотрим пример записи двумерного массива. MyList равно и данные числа 11, 12, 5, 2, 15, 6, 10, 5, 10, 8, 12, 5, 12, 5. Следует отметить, что двумерный массив может иметь разное количество столбцов и строк. Двумерные массивы могут содержать разные типы данных. Это только применимо для языка Python. В других языках массив должен содержать только однотипные данные. MyList2 равно 11, 12, 5, 2, hello, hi, solem, 10, 1, 10, 8, 2, 12, 12, 4, 3, 5, 12, 15. Данный массив MyList2 состоит из сложных списков разных типов данных, как Integer, String, Float, то есть из целых чисел, из строк, и вот это дистичных, то есть рациональных чисел. Доступ к значению в умерном массиве. Элементы данных в умерных массивах могут быть доступны с использованием двух индексов. Один индекс ссылается на основной массив, а другой на позицию элементов данных во внутреннем массиве. Если мы упоминаем только один индекс, то тогда весь внутренний массив будет напечатан для этой позиции индекса. Пример ниже листрует, как это работает. MyList1 равно 11, 12, 5, 2, 15, 6, 10, 15, 10, 18, 12, 5 и 12, 15. PrintMyList1, фигурная скобка 1, фигурная скобка 2, выводит на экран число 10. Это объясняется тем, что индексы в паттене начинаются не как обычно везде с не единицы, а с нуля. Чтобы распечатать весь двумерный массив, мы можем использовать цикл for. For I in my list 1, for G in I, print G and равно. В кавычке сколько закрывается? Print. В вязке программирования Python таблицу можно представить в виде списка строк. Каждый элемент которого является в свою очередь списком. Например, чисел. Например, приведем программу, в которой создается числовая таблица из двух строк и трех столбцов, с которой производятся различные действия. FromArrayImport. То есть мы импортируем массив. Array, как вы знаете, везде это любом языке программируемый, это массив или таблица. Дальше мы объявляем, то есть вводим, заполняем эту таблицу данными. В первой строке мы пишем числа 1, 2, 3, во второй строке 4, 5, 6. Как видите, рядом с программой дана таблица. Здесь мы таблицу начинаем с нуля и точно так же и строки с нуля. То есть индексация начинается с нуля. Дальше мы распечатываем значение с нулевой, то есть нулевую строку и первую строку. Дальше мы присваиваем значение B к значению нулевой строки. Распечатываем B. Распечатываем 0, первую строку, вторую позицию. То есть число, которое находится в нулевой строке во втором столбце. Также в нулевой строке и первом столбце это будет число 7. То есть приравниваем к числу 7. Дальше мы распечатываем всю строку А, распечатываем строку B. Второй строке B мы приравниваем к 9. Распечатываем нулевую строку А и распечатываем B. Как видите, результат программы нам дан. Здесь первая строка списка является списком из чисел 1, 2, 3. То есть А нулевой, нулевой, то есть нулевая строка, нулевой столбец это 1. Значение 0 строки 1 столбца 2, значение 0 строки 2 столбца 3 и следующие. Значение 1 строки 0 столбца это 4, 1 строки и 1 столбца это 5 и 1 строки 2 столбца это 6. Для обработки и вывода списка, как правило, использую два ложных цикла. Первый цикл перебирает номер строки, второй цикл бежит по элементам внутри строки. Например, вывести двумерный числовой список на экран по строчной, разделяя числа пробелами внутри одной строки, можно так. From array in process объявляем массив, вводим, то есть заполняем эту таблицу числами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дальше открываем первый цикл, то есть перебираем по возрастанию ранг, это увеличение. Lens здесь обозначает вся длина, по всей длине, то есть весь список. Второй цикл 4G in range, Lens IG, то есть перебирает внутри себя списка. Дальше мы принт распечатываем наш список по строчной по элементам, по рангу и заканчиваем. Принт пустая строка, это позволяет нам увидеть наш список распечатанный по рангу. Как мы видим в результате программы, список распечатан как раз таки по рангу, там идет по возрастанию. Сначала меньшее число, потом среднее число и возрастающее число. Переменная цикла 4 в питоне может перебирать не только диапазон, создаваем с помощью функции rank, но и вообще перебирает любые элементы любой последовости. Последовательностью в питоне являются списки, строки, а также некоторые другие объекты. Здесь можно увидеть, что основная идея реализации двумерного набора данных заключается в создании нескольких списков D2 внутри одного большого списка D1. При помощи двух циклов 4 происходит автоматическое заполнение нулями матрицы с размерностью 5 на 5, то есть 5 строк, 5 столцов. С этой задачей помогают справляться методы append и rent. Первый это append, из которого добавляет новый элемент список, то есть append он добавляет список, элемент. А второй позволяет, то есть range, устанавливать его по величине. Нельзя не отмечить, что для каждого нового цикла 4 используется собственная переменная, временная переменная, выполняющая представление текущего элемента, внешнего или внутреннего. Внешний у нас G и внутренний это I списков. Обратиться к нужной ячейке многомерного списка можно при помощи указания координат в квадратных скобках, ориентируясь на строки и столбцы. Первая строка, второй столбец. Итак, рассмотрим нашу программу. Сначала мы объявляем массив from array import. Дальше создаем список первый, строку первую, D1. Открываем цикл for для G по величине 5. Дальше создаем второй список D2. Опять же заполняем его нулями по величине 5. Дальше мы добавляем во второй список нулей. Дальше второй список мы добавляем в первый список. Это D1 и D2. Это означает, что второй список мы добавляем внутрь первого списка. Распечатываем значения A и G. Распечатываем значения строки D1 и D2. То есть списков D1 и D2. Дальше в первый список D1 мы добавляем в пятый столбец значение двойка. То есть вместо нуля ставим двойку. Распечатываем D1. Дальше D2 и D1 означает, что мы в первую строку или в первый столбец добавляем значение единицы. То есть вместо нуля ставим единицу. Распечатываем D2. Как и в случае с двумерным массивом, представленным в виде сложного списка, многомерный массив реализуется по принципу списка внутри списка. Следующий пример наглядно демонстрирует создание трехмерного списка, который заполняется дизевятками при помощи трех циклов for. Таким образом программа создает матрицу с размерностью 6 умноженная на 6 умноженная на 6. Итак, рассмотрим программу. From Array Import, то есть мы открываем, импортируем массив. Открываем массив. Открываем первый список D1. For K in rank 6, то есть заполняем его по величине. Далее открываем список D2. For K in rank 6, заполняем его опять же по величине. D3, открываем список D3. Опять же его for A in rank 6, заполняем его по величине. Дальше в список D3 добавляем девятку. То есть D3, Eppin 9 означает, что мы добавляем еще одну девятку. Точно так же D2, Eppin D3, то есть в список D2 мы добавляем список D3. И D1, Eppin D3 означает, что в список D1 мы добавляем список D3. Print D1, D2, D3 и мы увидим результат нашей программы в виде матрицы. Аналогично двумерному массиву обратиться к ячейке, построенному выше объекта, можно с помощью индекса в квадратных скопах. Например, D1, D4, D3 означает четвертая строка, второй столбец, третья позиция. Матрица в Python – это таблица объектов одного типа с общим именем. Двумерная матрица состоит из строк и столбцов. Чтобы обратиться к элементу матрицы, необходимо указать имя матрицы и в квадратных скопках номер строки и номер столбца. Имя матрицы – ING. Задать матрицу в Python можно с помощью библиотеки NumPy. Рассмотрим здесь пример. Пример программы на Python, которая заполняет матрицу размером 5 на 10. 5 строк, 10 столбцов. Случайными числами. Случайные числа выбираются в диапазоне, заданном пользователем. Работа с случайными числами в Python. Домашнее задание. Напишите программу на языке Python, которая выведет двумерный массив размерностью 7 на 7 и заполнить ее числами 5. На этом мой урок завершен. До свидания, ребята. До следующего урока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова